Продолжение следует... Второй шанс. Продолжение следует... 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 Да угомонись, дружище. Могло быть хуже. Как, например? Эта шляпа могла быть на тебе в тот момент. Ну, в этом ты прав. Слушай, Бен, не хочу совать нос в твои дела, но ты должен усыпить эту лошадь, пока она не убила кого-то. Меня, то есть. Бадди, ты, как и я, отлично знаешь, что эта лошадь – племенной чемпион с какун на четверть мили, до того, как повредила ногу и начала становиться опасной. Опасной? Эта лошадь взбесилась. Посмотри на мою шляпу. Да забудь ты про эту чертову шляпу, Бадди. Такого мустанга можно встретить, возможно, раз в жизни. Усыпить ее – это... Совсем неправильно. Эй! Отвали от этой шляпы, слышишь меня? Прочь от этой шляпы! Блин, черт! Эй! 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 Эй, малышка! Эй! Уходи оттуда! Уходи! Уходи! Спокойно, Джинджер! Малышка! Джинджер! Джинджер! Спокойно! Детка! Детка! Спокойно! Малышка! Малышка! Малышка, не двигайся! Спокойно, Джинджер! Джинджер! Малышка, назад! Уходи! Провалиться мне на месте. Малышка, спокойно. Джинджер, быстрее. Тебе никто никогда не говорил, что нельзя заходить в загон к незнакомой лошади, а? Это опасное животное, она могла убить тебя. Простите. Я не злюсь на тебя. Возьми. Как тебя зовут? Санни Мэтьюс. Это ваша лошадь? Да. Джинджер моя лошадь. Я Бен Тейлор, это моё ранчо. Почему назвали её Джинджер? Посмотри на её окрас. Цвета имбирного пряника. Она очень красивая. Она очень опасна. Опасна как дьявол. У неё нога болит. Угу. Хромает, как я. Пришлось забинтовать после Родео. Повредила ногу вот здесь. Срослось криво. Может, ей нужна терапия? Ну да. Терапия. Да. Что же ещё? Физиотерапия. Мне нужно ходить на неё три раза в неделю. Ага. Я лучше пойду. Она смешная. Ты живёшь где-то рядом? Вон там, в трейлер-парке. Ага. Слушай, малая. Можешь приходить, если хочешь. Но сделай одолжение. Да, сэр. Не заходи украдкой в загон к чужой лошади. Ага. Да, сэр. Да уж. Ладно. Пока-пока, Джинджер. До свидания. Ага. Ведь нравится тебе, милая. Да. Да. О, да. Эй, Бадди. Чего? Ты не поверишь, что произошло. Только не говори, что опять сделал предложение Даллас. Дойдёт до такого, пристрелишь меня. В завещании отпишу Даллас тебе. Нет, уж спасибо. Как ты прекрасно знаешь, я запрыгивал в свадебный кортеж уже четыре раза. На любого хватит, ковбой. А тебя что так разволновало? Маленькая девочка. Она только что пробралась в загон к Джинджер. Я думал, Джинджер затопчет её, мокрого места не оставит. Но нет. Она позволила девчонке погладить себя. Да ты врёшь. Нет, нет. Девчонка вошла в загон и погладила её, как щеночка. Чёрт меня подери. Этой девчонке повезло, что осталась жива. Знаешь, Крейг Харди приезжает через пару дней присмотреть несколько лошадок. Знаю. Хорошо, ладно. Ладно. Нравится тебе, да? Как ты, моё солнышко? Хорошо. Иди скорее, обниму. Мам, ты знала, что здесь неподалёку есть лошади? Правда? Угу. Я рассказывала, что когда была маленькая, у меня была лошадь. Нет. Рассказывала. Разве? Ага. Как лошадь звали? Носок. Что за имя? Почему так назвала? Было похоже, что у него белые носки до колен. Не упади на ступеньках. Бен? Бен! Бен Тейлор, заканчивай. Шагай сюда. Доброе утро, Даллас. Как дела, Мелинда? Мне осточертело, что ты нянчишься с Мелиндой. Приветствую тебя, Бен. Как поживаешь? Только посмотри на это ограждение. Посмотри на него. Оно чертовски мягкое для состязаний. Даллас, это ограждение для безопасности на площадке. Я плачу тебе немалые деньги, чтобы подготовить Мелинду к скачкам. А ты и ломаного гроша не стоишь. Не стоящий ломаного гроша постарался, чтобы твоя дочка стала чемпионкой штата. Знаешь, Даллас, ты слишком высокомерна. Лично я, Бен, лучше останусь вдовой, высокомерной, чем сломленным старым ковбоем, без гроша за душой. Мелинда, седлай свою лошадь. Эй, Даллас! Джинсы вранглер все еще сидят на тебе лучше, чем на любой другой женщине, которую я видел. Им понравилось. Идем. Ты любишь, чтобы тебе почесали нос, так ведь? Ты такая красавица. Да. Привет, я Саня, а это Джинджер. Ездишь здесь верхом? Ну надо же, какая муха ее укусила. Эй, девчушка, ты что там делаешь? Джинджер, не делай так. Нельзя так себя вести. Эй, разве не слышала, что я тебе сказал не пробираться в загон? Да, сэр, мистер Бен. Вы сказали не заходить в загон к лошадям, которых не знаю. Вот именно. А Джинджер я знаю. Мы уже подружились. Ну, полагаю, да. Безумие какое-то, никогда подобного не видел. Ни за что не поверил бы, если бы не увидел собственными глазами. Все равно не верю. Саня, это вот Бадди. Бадди работает с вами. Здравствуйте. Саня, я вот что скажу. Сбегай в коптерку, захвати щетку. Обещаю, мы сможем убедить Бадди научить тебя немного, как чистить щеткой Джинджер. Правда? Да. Тебе ведь понравится, да? Да, понравится. Стой здесь, хорошо? Никуда не уходи. Давай сюда. Да. Пролезай внизу. Вот так. Щетки висят на стене. Хорошо. Сама там увидишь. Все равно поверить не могу. Кто эта девчонка с костылем? Я не знаю, как ее зовут, но думаю, они с Беном друзья. Я уже видела ее здесь. Что она делает с этой старой клячей Джинджер? Не знаю. А что? Потому что хочу знать, вот почему. Ясно? Ясно. Готова смотреть «Сладкие сны»? Что это? Книга, которую читала, когда была маленькой, о лошадях. Хочешь, почитаю? Конечно. Мамочка? Как думаешь, на небесах есть лошади? Думаю, да. А у папы на небесах будет лошадь? Думаю, папочка. Возможно, больше хотел бы лодку. Давай посмотрим. Тебе ведь нравится пузико с щеткой чистить. Такой красивой будешь. Они продают эту лошадь, знаешь, да? Это ты мне говоришь? Один тип приехал, скупает лошадей, чтобы порубить их на мясо и продать на собачий корм. Я слышала его разговор с Беном. А это лошадь, за которой он приехал. Ты лгунья. Как знаешь. Не бойся, Джинджер. Никому не дам тебя в обиду. Санни, исчезни отсюда ненадолго. Иди. Так это и есть лошадь-убийца, о которой так много говорят, да? Она точно меня не любит, однозначно. Ну, не знаю, Бен, она слишком тощая. Вот что, дам тебе 400 баксов за нее. Бен, я бы взял и дело с концом. Санни, 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 мы тут делом занимаемся. Ну, что такое? Я куплю ее. Что ты сделаешь? Я куплю Джинджер. Сколько предлагаешь? 4 доллара. Ну-ну, 4 доллара. Скажи, Санни, почему я должен продать тебе ее за 4 доллара? Этот человек готов дать 400. Потому что я люблю ее. Бен, ты хочешь 400 долларов или нет? Крейг, ты вот что. Иди и забирай ее. Она твоя. Тихо, тихо, девочка. Спокойно, спокойно. Воу! Воу! Тихо, тихо, Джинджер. Видел? Это лошадь-убийца, Бен. Лучше бы тебе усыпить ее. Санни? Выведешь ее оттуда? Она твоя. Она твоя. С ума сошел. Пусти. Хочешь, чтобы лошадь... Пусти ее. Лошадь убьет ее. Молодец, Санни. Ого, вот здорово. Заплати мне и по рукам. Она твоя. Уводи. Я был готов и пятьсот баксов заплатить. Понятно теперь, почему ты всегда без гроша. Обязательно было так делать? Бадди, я не сдержался. Эх. Шерри, я ведь правильно поступил? Несомненно, черт меня подери. Мам, мам, угадай, что? Я купила Джинджер. Кого ты купила? Джинджер. Бен хотел продать ее на корм собакам, но я сказала, что куплю ее. И Бен, согласись. Что за ерунду ты говоришь? Кто такой Бен? Ковбой, владелец Джинджер. Какое отношение он имеет к собачьей еде? Ты купила собаку? Нет, нет, лошадь. Ты должна увидеть ее. Идем, идем. Лошадь? Идем, Жен. Ты что, купила лошадь? Ну же, мама. Это Джинджер. Привет, Джинджер. Привет. Вы должна быть мама Санни. Бен? Да, Бен. Бен Тейлор. Послушайте, должно быть, я что-то не так поняла. Санни говорит, что вы продали ей эту лошадь. Вы о сумме сделки? Она ребенок. Вы не можете продать ей лошадь без моего разрешения. Согласен. Но видите ли, были кое-какие уважительные причины. Да неужели? И какие же? Да вот же. Фу. Ты моя красавица. Такая забавная. Это, конечно, все хорошо, мистер. Но правда в том, что я не могу позволить себе содержать лошадь. Санни может немного подрабатывать у меня, чтобы оплатить содержание Джинджер. Думаю, ей пойдет на пользу. Разве не видите? У нее была травма. Послушайте, леди, я не доктор. Но посмотрите на них. Это хорошее лекарство для обоих. О да, о да. Вы правы, никакой вы не доктор. Пойдем, Санни, мы идем домой. Ну, мама. Санни, мы идем домой. Возьми свой костыль. Можно мне остаться здесь подольше? Идем. Пока-пока, Джинджер. Ты слишком близко срезаешь на повороте. Милая, будь внимательней. Слишком близко срезаешь. Давай, Мелинда, сосредоточься. Ну, давай же. О, нет. Мелинда, подойди. Не слишком ли близко срезаем? Ух ты. Убери ногу из стремени. Ты подгоняла? Это Даллас. Сказала, слишком коротки. Угу. Да у нас тут все эксперты. Вот поэтому ты потеряла стремена. Хорошая новость. Этот круг прошла за 18 ровно. Но я сбила все бочки. Что ж, вот поэтому постараемся пройти еще раз. А? Готово. На старт? Да. Поехали. Давай. Готово. Вперед. Вот это другой разговор. Вот так. Неплохо. Бочку задела. Бочку задела. Посадка. Посадка. Хорошо. Молодец, Мелинда. Давай. Держи дистанцию с бочкой. Теперь работай ногами. Работай ногами. Выводи ее. Вот так. Молодчина. Да. Хорошо, Мелинда. Этот круг прошла за 15 и 9. Да. Я сделала это. Прошла меньше, чем за 17. Молодец. Хочу еще раз пройти. Хорошо. Все, что угодно. Твоя взяла. Отправляйся на старт. У Джинджер тоже травма, как у меня. Я не смогла бы ездить на ней верхом, даже если захотела бы. Не в этом дело. Что если сбросит тебя или затопчет? Джинджер такого не сделает. Она любит меня. Мама, так нечестно. У тебя была лошадь в моем возрасте. Это совсем другое. У меня не было травмы. Если бы только папа был жив, он бы позволил мне Джинджер. Санни, папа никогда бы не допустил ничего, что опасно для тебя. Джинджер не опасна для меня. Она мой единственный настоящий друг. Ты согласна, что доктор Олсен разумный человек? Думаю, да. Хорошо. Давай договоримся. Если доктор Олсен скажет, что тебе можно находиться рядом с Джинджер, то мы ее оставим. Обещаешь? Обещаю. Доброе утро, дамы. Голландец Джо, здорово смотришься в своей новой машине. В этой развалюхе это как лошадь, только на колесах. Мелинда, поздоровайся с мистером Хэттауэй. Здравствуйте, мистер Хэттауэй. Девочка, растешь быстрее, чем иголки на елке. И такая же красивая, как твоя мать. Давайте зайдем. Нам о многом нужно поговорить. Что ж, я поговорил с моей компанией о спонсорстве Мелинды. Главе Ханчо понравилась идея, но есть небольшая заминка. Заминка? Что-что, простите? Это должно произойти в этом году. Мелинда очень хорошо выступила на местных состязаниях в прошлом году, и Ватспрек станет спонсировать ее. Но она должна стать чемпионом на состязаниях штата. Не много ли требуете от 12-летней? Полная стипендия в школе верховой езды. Все издержки. Снаряжение, седло, грузовик с прицепом. Ах, да, еще забыл упомянуть, 100 тысяч долларов наличными. Чтобы победить, ей нужна новая лошадь, Джон. Не этот заезженный мешок с костями, что дает ей Бен. На твоем месте, Даллас, я бы прислушался к Бену. Если дает ей для езды клячу, у него есть на то причины. Забудь про Бена. Что насчет новой лошади, Джон? Хорошо. Жеребца зовут Стил. Джонни Добсон продает его, но дорого. Насколько дорого? Очень. Я справлюсь с этим. Бен назвал ее Джинджер, потому что она такого же цвета, как имбирный пряник. Он продал мне ее за 4 доллара. Она поранила ногу на Родео. Теперь хромает, как я. А я считаю, что взрослый мужчина не должен продавать маленькой девочке лошадь. И он не спросил у меня разрешения. Постойте, постойте, постойте. Возьмите тайм-аут, сделайте глубокий вдох. А? Хорошо, Санни. Запрыгивай-ка на стол. Ого. Очень хорошо. Мама говорит, что если вы скажете, что это не опасно, я могу оставить Джинджер себе. Ладно. Полагаю, вы мне расскажете, что происходит. В общем, она пропадала на конюшне этого типа, у этого Бэрна. И он продал ей эту хромой лошадь. Джинджер. Джинджер. За 4 доллара. Просто я считаю, что ей нельзя находиться около лошадей. Но я пообещала ей, что поговорю с вами, прежде чем приму решение. Вот оно что. Значит, у меня роль плохого парня, да? Теперь все ясно. Вы беспокоитесь, чтобы Санни повторно не травмировала ногу, правильно? Да, очень беспокоюсь. Что ж, и это верно. В этом есть определенный риск, быть владельцем лошади. Но на чашу весов нужно положить и то положительное, что это может дать. Итак, Санни, как твоя нога? Уже лучше. Лучше в каком плане? Не так заметно хромаю и болит не так сильно, как раньше. Что ж, определенно дела у тебя намного лучше, чем в прошлом осмотре. Согласны? Да, должна согласиться. Будешь еще ездить верхом на этой лошади? Нет, просто буду выгуливать ее. Бен сказал, никто не сможет ездить верхом на ней из-за травмы ноги. Ага. Доктор Олсон? Да, доктор Апчерч. Я проверил рентгеновские снимки. Когда вам будет удобно, приходите, обсудим их. Хорошо, благодарю. Скоро буду. Что ж, с медицинской точки зрения, миссис Мэттьюс, и правда нет причины, почему Санни не может оставить Джинджер. Мама, пожалуйста, ты обещала. О, боже. Ну, пожалуйста. Хотя это и против здравого смысла. Ну, ладно. Обещание есть обещание. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо. Что такое? Чего плачешь? Эти девочки говорили ужасные вещи про Джинджер. И ты веришь? Дай-ка я тебе скажу кое-что. Если хочешь стать девушкой-ковбоем, ты должна быть непрошибаемой. Нельзя позволять злобным людям оранить твои чувства. Поверь мне, уж я-то знаю. Бен, настоящий ковбой. А как же. Мы с Беном участвовали во всех Родео вместе в течение многих лет. Боди, Джинджер сможет поправиться. Не знаю. Ветеран говорит, она искалечена. Может, он ошибается? Ну, может быть. Мы с Беном постараемся разобраться с этим для тебя, хорошо? Спасибо. Ладно, милая. Ну, не знаю, мистер Тейлор. Голеностопный сустав сильно поврежден. Нерв не поврежден, это точно. Чувствительность у нее сохранилась. Ну, 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 тихо, тихо, тихо. Я очень постараюсь подружиться с Джинджер. Не переживай, мама. Она сразу тебя полюбит. Что они делают, мама? Не знаю. Что ж, большое спасибо, док. Слышал, у одного парня есть больница для лошадей. Он делает экспериментальные операции на покалеченных лошадях. Знаете о нем чего-нибудь, док? О, вы, должно быть, говорите о Дейле Дженсене. Да, тот самый парень. Он добился некоторого успеха, используя новые методы, но он очень дорогой. Может и 10 тысяч запросить, а поможет ли, еще неизвестно. Ладно. Док, рад, что вы заехали ненадолго. Это уж точно. Я вам признателен. 10 тысяч долларов. Это сколько? Много. На них машину можно купить. У нас есть 10 тысяч долларов? Боюсь, у нас даже и тысячи нет. Как дела? Джинджер, это моя мама. Привет, Джинджер. Какая красивая лошадь. Джинджер лучше всех. Если бы не повредила ногу, она стоила бы все 50 штук. Да даже намного больше. Ничего себе. Я поговорю с этим доктором Дженсеном. Посмотрим, что он нам скажет. Может, скидку сделает. Я не хочу затруднять вас. Нет, задать пару вопросов вовсе не затруднит. Давайте заведем ее обратно. Этот жеребец, Стилл, мощный скакун. Мелинда сможет с ним справиться? Послушай, я сказала Мелинде, что не для того потратила 30 тысяч долларов и рисковала потерять этот дом, чтобы она уступила кому-то первое место. Она справится. Выложится. Посмотрим. Ну же, Саня, сделай для меня еще три раза. Всего лишь три. И закончим на сегодня. Доктор, я на этой штуке уже 20 минут. Хорошо, давай, слезай с нее, Александра. Спасибо, доктор. Увидимся завтра. Пока. Ты молодец. Я не могу больше. Давай, Саня, еще два раза. Ты же только что делала. Ну, мне больно. Знаю. Продолжай. И еще разок. Последний, Саня. Да. Молодец. Да. Вот так ты должна усердно стараться каждый раз. Ты ведь хочешь, чтобы нога стала лучше? Джейси? Да. Лошади с поврежденной ногой терапия поможет? Я ничего не знаю про лошадей, но если кости не сломаны, думаю, болеть не должно. Спасибо. Видишь, я же говорил, тебе пойдет на пользу выбраться из дома ненадолго. Но я не уверена, что я интересный собеседник. Ну что ты, ты мой самый лучший собеседник за долгое время. Я тебя умоляю. Для такого мужчины, как ты, за таким красивым, успешным доктором, женщины должно быть табуном уходит. Кэтлин, вокруг столько охотниц за деньгами. Я даже не рассказываю женщинам, чем я занимаюсь, до второго или третьего свидания. Что ж, я буду свято хранить твою тайну. Не хотелось бы поднимать эту тему за ужином, но как дела у Сани? Ну, некоторое время, если быть честным, я обеспокоился. Ее совсем ничего не интересовало. Казалось, она не старалась поправиться. Но я должен сказать, эта лошадь, похоже, как раз правильное лекарство, чтобы поднять ей настроение. Джинджер. Джинджер. И все же я иногда беспокоюсь о ней. Доктор Оллсон. Хью. Зови меня Хью. Хью. Вот, на, держи. Послушай, Джинджер, я делаю, что должна по нашему уговору. Вкалываю изо всех сил. И Джесси говорит, мне правда становится лучше. Ты тоже больше старайся. И позволь мне помочь тебе вылечить ногу. Мы поскачем так быстро, что девчонки пожалеют, что говорили гадости о тебе. Да. Заставим их пыли наглотаться. Да, заставим, заставим. Ага. Да. Теперь тебе немного получше. Вкалываю. Да. Продолжение следует... Эй! Только что закончил кормить лошадей, подстелил им соломы, всё как положено. Хорошо. Подумал пойти, что ли, потратить доллары и перекусить? Хочешь, пойдём вместе? Нет. Нет, спасибо, Бадди. Я не голоден. Ладно. Эй, ты что там? Уж не задумал впасть в депрессию из-за нас, а? Мы пахали долгих три года, чтобы, наконец, встать на ноги. Не наломай снова дров по пьере. Бадди, я в порядке. Иди и закажи себе хороший ужин. Увидимся с утра пораньше. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это тявканье одного счастливого щеночка. Его живот скоро будет полон мясом из джинджер. Замолчи, Мелинда! Смотри, трейлера Бена нет, и джинджер тоже нет. А теперь подумай. Сложи одну с другим. Замолчи! Эй! Эй! Ну всё, закончили драку. Саня! Живо! Давайте, девчонки, поднимайтесь. Девочки, прекратите. Всё, ну же, прекратите драться. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Ты что, снова хочешь попасть в больницу? Или хочешь до инфаркта меня довести? Ну же, девочки, начинайте говорить. Ну, я не могла найти вас. Она сказала, что вы увезли джинджер к тому типу на собачий корм. Джинджер в порядке. Никто не тронет твою лошадь. Что творится в твоей голове? Нельзя говорить такие обидные вещи, поняла? Я не знала. Почему бы тебе не пойти и не подумать, пока не поймёшь? Здесь так не разговаривают. Ты всё расскажешь, да, Лос? А есть причины, чтобы не рассказывать? Саня, извини меня, пожалуйста. Если хочешь ненавидеть меня, у тебя есть полное право. Ничего. Тоже извини меня. А сейчас, миссис Мэтьюс, не хотите вместе с Саней присоединиться? Съездим кое-куда. Куда? Проведаем джинджер. Должна быть здесь, в своём стойле. Приходит в себя. Ей уже сделали операцию, так что всё хорошо. Давай, заходи, поздоровайся. Всё хорошо, можешь погладить её. Только осторожней, рана ещё болит. Джинджер, это я. Это я. Бен, кто за всё заплатит? Ну, док сказал, что у Джинджер такой особый случай, что он сделал операцию ради эксперимента, поэтому не возьмёт ни гроша. Эй, док, это Кэтлин Мэтьюс. Это её дочь Саня. Как дела? Приятно познакомиться. Рада знакомству. Ну, док, скажите нам, как она. Как оказалось, был сильно повреждён путовый сустав, но, к счастью, в основном мягкие ткани. Я восстановил два сухожилия и удалил осколки кости из сустава. Что это значит? Это значит, что дай ей 30 дней или около этого, чтобы она выздоровела, и можешь ездить на ней. Джинджер, ты слышала это? Ты станешь самой быстрой лошадкой во всём мире. Да, станешь. Ну ладно, думаю, нам пора домой. А Джинджер, думаю, пора немного отдохнуть. Ладно. Пока, Джинджер. Ещё увидимся, хорошо? Что нужно сказать? Спасибо. Не за что. Вы тогда идите. Я подойду через минуту. Вот две тысячи. Остальные восемь отдам в следующем месяце. Договорились. Спасибо. Спасибо, что подыграли. Не вопрос, Бен. Джинджер выглядит прекрасно. Что ж, док говорит, Джинджер сможет вернуться через пару дней. Хорошо. Хочу прояснить, это ничего не меняет. Санни не может ездить на ней. Но, мам, это не честно. Санни, это не обсуждается. У нас с тобой уговор. Знаете, если вы сейчас не заняты, я вам хотел бы кое-что показать. Извините, у нас дело. Нет никаких дел. Что, простите? Послушайте, это не займёт много времени. Обед за мной. Ну, пожалуйста, мам. Куда именно мы отправимся? Со всем уважением, мадам. Я бы хотел, чтобы это был сюрприз. Давайте, запрыгивайте. Ну, пожалуйста. Прошу тебя. Хорошо, но ненадолго. Ты самая лучшая. Дамы и господа, ни одно Родео не обходится без дамских скачек вокруг бочек. Далее на очереди мисс Мелинда Джатт на жеребце Джон. Вперёд! Но! Айда! Давай, малыш! Гони! Но! Санни, как тебе? Мелинда молодец. Её лошадь неслась, как молния. Джинджер может бежать так же быстро? Не знаю, посмотрим. Посмотрим. Вы же знаете, Мелинда говорила гадости про Джинджер. Да, но не обижайся на неё за это. У неё и так горсть крепких орешков. Что это значит, горсть крепких орешков? Это значит, что у Мелинды куча проблем. Давай. Садись. Смотри под ноги. Вы ведь понимаете, что обманули меня? Ну что вы, миссис Мэтьюс. Я просто хотел показать Санне настоящее Родео. Просто отвезите нас домой, пожалуйста. Понимаете? По опыту знаю, что когда дети так сильно любят лошадей и так страстно хотят ездить верхом, никто и ничто не сможет помешать им. Нужно просто любить их, направлять их и, чёрт возьми, отойти в сторону. Было весело, да, мама? Да, очень весело. Привет, Бадди. Санне была здесь утром? О, да, да. Она где-то здесь. Ясно. Я вот что скажу. Она так старается, разрабатывает свою травмированную ногу и всё такое. Она такой живчик. У нас получается. Ох, нет, мы задели бочку. Мы выиграли, Джинджер, мы выиграли. Да, мы сделали это. О, Джинджер. Привет. Мы выиграли. Мы выиграли. Здесь такое не разрешается. По крайней мере, без отличной шляпы. У каждой настоящей девушки-ковбоя должна быть такая. Вот так. Продолжай скачки. Привет. Привет. Где тут старьё для Сани? Там, справа. Твой отец подарил мне их перед смертью. Не знаю, сколько они стоят. Но чего-то да стоят. Не жалко, Бадди? Эти часы твоя гордость и радость в жизни. Так и есть. Но теперь она моя гордость и радость в жизни. Я ценю это. Ну не стой там, не молчи. Говори, что такое? Я закончила чистить стойло. Бочки водой наполнила? Да. Что это? Всякий разный хлам. Где вы это купили? Я это выиграл. Когда был моложе, участвовал в Родео. Они из настоящего золота? 18 карат чистого золота. Наверное, очень любите их. Да. Не продал бы эти шпоры ни за что на свете. Почему перестали быть ковбоем? Кто они? Тот уродец это я. А Даллас ты знаешь. А кто эта девочка? Давай, давай, иди отсюда. Иди покорми лошадей, пока их не вывели из стойла. Иди. Дальше. Дальше. Бен, нам нужно поговорить. Говори, что хотела, Даллас. Говори, как есть, или не говори ничего. Мелинда больше не будет брать у тебя уроки верховой езды. Тебе решать? Кстати, видел нового скакуна Мелинды на Родео на днях. Стил – хорошая лошадь. Мы поставим его в другую конюшню. Замечательно. Полагаю, ты не хочешь, чтобы Мелинда разъезжала тут верхом со своими подружками? Мелинда может приходить сюда, когда захочет. Бен, ты точно в порядке? Даллас, ты помнишь, что случилось? Не делай этого снова. Она может взлететь на самый верх, Бен. И я собираюсь убедиться, что у неё это получилось. Я наблюдал за ней на Родео. У неё будет шанс, если не станешь так изводить её. Серьёзно, Бен. Поверить не могу, что ты это говоришь. Ты покрытый щетиной, никчёмный размазня. Если хочешь победить, нужно вцепиться в этот шанс. Никто не принесёт победу на блюдечке. А использовать наше прошлое, чтобы что-то доказать – это низко, Бен. Мелинда станет победителем. Я совсем не такая, как ты. Ты права, Даллас. Это как, Бен? Используешь Мелинду, чтобы доказать, что ты права. Привет. Привет. Что делаешь? Хороший ковбой всегда заботится о своём снаряжении. Я закончила. Я понял. Моя мама очень злится на тебя. Уверен, твой отец тоже. Она не хочет, чтобы я занималась верховой издой. Да. Боится, что пострадаешь. Можешь поговорить с ней? Но это решать тебе и твоей маме. Понимаешь, я уже сунул свой нос куда не следует. Хотя скажу тебе одну вещь. Хочешь ездить на Джинджер? Должна ходить на физиотерапию. Для верховой езды нужны крепкие и здоровые ноги. А эти твои слабые ножки не годятся. Я буду заниматься верховой издой. Да? Посмотрим. Он не врач и не знает, что хорошо для твоей ноги. Нет, знает. Он сказал, что мои ноги недостаточно сильные. Сказал, что должна ходить на терапию, если хочу ездить верхом. Он просто тебе не нравится. Мне не нравится, что он вмешивается в наши дела. Он просто пытается помочь мне. Ты не будешь ездить верхом. И точка. Привет. Только что отправила Санни на физиотерапию. Эй, что происходит? Что же еще? Она хочет ездить на лошади. А Бен убедил ее, что она сможет. Снова Бен. Знаешь, мне было бы легче, если бы ты проявил интерес. Ладно, я схожу туда, поинтересуюсь, если ты хочешь. Правда сходишь, Хью? Что? Ничего. Ты назвала меня Хью? Какой бес в нее селился. Я смогу ездить верхом. Неужели? И я ходила на физиотерапию, как ты и просил. Умница девочка. А Джесси говорит, что если продолжу стараться, смогу стать сильной к тому времени, как Джинджер поправится. Ну, ну, ну. Ничего такого не слышал. Ты должна пообещать мне, что не станешь пытаться сесть на Джинджер, пока не разрешу. Обещаю. Мама говорит, ты плохо влияешь на меня. Даже так? Что еще говорит? Ей не нравится, как ты выглядишь. Это точно? Да. Ну, я пойду. Мама готовит обед. Пока-пока, Джинджер. Пока. Джиндж? Что думаешь? Так и думал. Эй, ковбой! Что ты здесь делаешь? Даллас, ты просила меня заехать. Бен? Да чтоб меня. Это правда ты? Даллас, чего ты хочешь? Джонни будет обучать Мелинду. Я сказал, что буду обучать, если ты не против, Бен. Я не пытаюсь сорвать вашу сделку. Мелинда в твоем распоряжении, Джонни. Без обид. Джонни, ты окажешь мне услугу. Даллас, ты хотел отвезти меня выпить. Ведь так, Даллас? Ну что ты, не преувеличивай, Бен. Все это время мы не сходились во взглядах, но обид никаких нет. Ах, Даллас. Однажды соблазнишь кого-то стать тебе прекрасным мужем. Забавно. Эй, Рокки. Мы собираемся спуститься к водоему и искупаться. Хочешь поехать с нами? Хотела бы. Но у меня много работы. Все равно спасибо. А, ну ладно, может в другой раз. А это стойла моей лошади-пауки. Тебе помощь нужна, Санни? Спасибо, не помешала бы. Думала, опять скажет какую-нибудь гадость или типа того. Никто раньше не давал ей отпора. Она всю неделю об этом говорила. Сказала, что перешла все возможные границы. Зовет тебя Рокки. Как боксера. Так вот, что она имела в виду. Ты когда-нибудь видела, Даллас? Кажется, видела ее с Мелиндой на скачках. Почему она так строга с ней? Хочешь знать всю историю? Конечно. Так вот, это то, что мама рассказала мне. Бен женился на Даллас за год до смерти своей дочери Шерри. Должно быть, это та самая девочка, которую я видела на фото с Даллас и Беном. А сразу после смерти Шерри, Даллас и Бен развелись. Тем временем, собственная дочь Даллас, Шеннон, тайно вышла замуж и родила ребенка. Она уехала со своим мужем в Южную Америку, а ребеночка они оставили Даллас. Мелинда, внучка Даллас? Ага. Мама говорит, что в том, что случилось с Шеннон, Даллас винит себя. Учитывая, что она была крутой королевой Родео, ей было некогда заботиться о Шеннон. Поэтому, когда появилась Мелинда, появился и второй шанс сделать все правильно. Похоже, у Мелинды целая горсть крепких орешков. Что? Так Бен сказал. У Мелинды куча проблем. А, понятно. Молодец, девочка. Умница девочка. Неплохо для той, кто хворал пять месяцев, да? Ничего себе. Как тебе, Бадди? Теперь выглядит лучше, Бен. А то. Как же будет выглядеть, когда наберет форму? Все лучше и лучше, правда, Саня? Да. 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 Неплохо. Да. Бен, она великолепна. Вот дает. Вот дает. Она резвая, как молодая кобыла. Проходите. Я ждал вас. Что вы имеете в виду? Ну, вы пришли сказать мне, что если что-то случится с Саней, вы будете винить меня. Верно? Что-то типа того. Послушайте, миссис Матис, я не хочу спорить с вами. Если хотите винить меня, когда что-то случится, прекрасно. Я смогу с этим жить. Вам придется. Без щетины выглядите лучше. А как же седло? Вы же не позволите ей ездить без седла? Едва ли. Спасибо, Бадди. Не за что. Полегче там, Джинджер. Хорошо, Саня. Я подержу. Отныне это будет твое седло. Минуточку, Бэн. Миссис Мэтьюс, это всего лишь старое детское седло. Я его все равно не использую. Так что Саня может им пользоваться. Саня, смотри сюда, как я это делаю. Ты должна научиться. Саня, помнишь все, что я тебе говорил? Угу. Давай-ка еще раз повторим, и отпущу тебя. Хорошо. Ладно. Подойди сюда. Сюда. Ну давай. Готова? И вот так. Садимся. Как стремена? Нормально. Держи поводья, милая. Ну вот опять. Держи пятки вниз. Вот так. Покажи мне, как ты держишь поводья. Хорошо. Натяни поводья. Отпустишь их? Она пойдет. Покажи, как поворачивать направо. Хорошо. Поверни ее налево. Очень хорошо. Покажи, как остановишь ее. Хорошо. Не бойся натягивать поводья. Она сильная лошадь. А если что-то пойдет не так, просто крепко держись за рожок седла. И Саня, если нога начнет болеть, просто остановись. Хорошо? Готова дать ей себя показать? Хорошо. Начали? Давай, Джинджер. Вот так. Милая, будь осторожна. Пока все хорошо. Да. Ну, как она тебе? Угу. Да, она красотка. Смотрите, смотрите, я еду. Саня, помедленней. Да, да, не спеши, девочка. Бен, она хочет быстрее, я это чувствую. Знаю. Крепко держи поводья. Ты еще не готова, чтобы мчаться на ней. Натягивай поводья. Саня, слушайся, Бен, а слышишь меня? Да, мам. У нее получается. Саня? Саня, давай помедленней. Саня? Саня, помедленней. Саня? Саня? Спокойней, Джинджер. Джинджер? 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 Ну-ка, маленькая леди, немедленно слезай. Саня, с этой лошади, сейчас же! Ты только что сделала три огромные ошибки. Первая перевела Джинджер на рысь, прежде чем она разогрелась. Ты могла снова ее покалечить. Вторая, ты ослушалась меня. И третья, ты напугала свою мать. Думаю, тебе сейчас нужно извиниться. Прости меня, мама. Прости меня, Бен. И я очень-очень виновата, Джинджер. Я не хотела тебе навредить, честно. А сейчас, чтобы не забывала об этом. Возьми Джинджер и вываживай ее шагом по площадке в течение часа, ты поняла? Да, сэр. Хорошо. За дело. Вы не слишком жестоко с ней? Вы никогда не садились на лошадь? Ну, нет. Вы занимаетесь лечением, а верховой ездой займусь я. Бен. Она ведь очень хорошо справилась. Бадди, когда-нибудь видел, чтобы кто-то держался все лет так сразу же, с первого раза? За 65 лет верховой езды нет. Чертовски хорошо справилась. Заходи на круг, Мелинда. Выбирайся оттуда, милая. Вот так, девочка. Как дела у Мелинды Даллас? Старается изо всех сил. Вперед. Держи. Спасает от любых проблем. Что там такое? Слышал, ты уволила Бена? Кто тебе сказал? В наших краях ничего не утаишь. Думаю, избавиться от Бена – это ошибка. И почему же? Потому что Бен даст тебе отпор, а Джонни – нет. Теперь обводи бочку, обводи! Прижмись к седлу! Слишком высокая посадка на поворотах! Мелинда выиграет на чемпионате штата. Можешь быть уверен в этом. Надеюсь, что ты права. Подойди сюда, Мелинда. Доброе утро, мистер Хаттуэй. Как дела? Больше никакой халтуры. Чтобы видела тебя здесь по шесть часов в день. И никакой поездки на неделю в лагерь. Ну, мама, все мои подруги едут. Включи мозги, Мелинда. Ты хочешь поехать в лагерь или быть чемпионкой, а? Ладно, давай попробуем делать большие круги. Ровные и широкие. Держи пятки вниз. Пятки вниз, Санни. Хорошо. По воде хорошо держишь. Легче поднимайся в седле на рысе. Расслабься. Молодец. Что ж, смотришься? Смотришься совсем неплохо. Вот что. Я пойду вперед и расставлю бочки. Прогони Джинджер рысью пять раз, но трусцой. Ты поняла? Да. Хорошо. Привет. Привет. Бен учит меня ездить верхом. А Люра, это самое сложное. Пауке ничего не нравится делать, только шаг и бег. А еще больше, вернуться в загон. Джинджер не любит идти рысью. Подашь заявку на Джим Хану в субботу? Это такая же тренировка. Думаю, у меня еще не очень получается. А по мне? Так сносно. Они допускают всех. Даже меня и Пауке. Бен, можно мне проскакать на Джим Хану в субботу? Ну, не знаю. Хочешь участвовать? Сьюзан меня попросила. Ну, я не против, но тебе лучше спросить у мамы. Ладно. Класс. Мне нужно идти. Ладно, пока. Пока. Саня. Стой, стой, Джинджер. Хорошо. А сейчас? Сейчас. Обойди бочки пять раз, но... Трусцой. Трусцой. Все правильно. А потом дай ей остыть и почисти щеткой. Да, сэр тренер. За работу, детка. Друзья, Бен и я очень ценим сегодняшних гостей. Надеемся, вы все хорошо проводите время. И наш следующий участник в скачках на милю – новичок мисс Санни Мэтьюс на своей лошади Джинджер. Это самое первое ее состязание. Громко поаплодируем обоим. Ну а сейчас вы ни за что не поверите. 18 и 2 – результат с Санни Мэтьюс. Ну как вам такое? Стоп, 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 Джинджер. Ух ты, это был прекрасный заезд с Санни. Милая, ты превосходно справилась. Как твоя нога? Нормально. А как нога Джинджер? У нее тоже отлично. Держи. Почему бы тебе не поводить ее, чтобы остыла минут 10? Походите тут рядом. Хорошо. Скоро увидимся. Хорошо. Хорошо. Хороший заезд. Не знала, что можешь ездить верхом так хорошо. Она только начала на прошлой неделе. Серьезно? Будете заявляться на региональные? Не думаю. Я ничего о них не знаю. Кроме того, твой заезд был намного лучше, чем мой. Ну ладно, еще увидимся. Пока. И что такого особенного в этих региональных? Две с половиной тысячи долларов победителю. И кто бы не выиграл региональные, идет на состязание штата. А там 50 тысяч долларов. Мне это безразлично. Я просто люблю ездить верхом на Джинджер. Великолепная верховая езда. Что ж, повезет в следующий раз. Наш следующий участник... А она может стать проблемой, Мелинда. Может, ей просто повезло? Я так не думаю. Уж слишком хорошо оседлала ту лошадь. Она сказала, что не станет подавать заявку. Хочешь верить в это? Нет. Ты вот что, не спускай с нее глаз. Ты ведь сможешь это сделать? Думаю, да. Ты не думай. Делай. Хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали для Санни. И за Джинджер, и за седло. За все. Пожалуйста. Мы не очень хорошо начали. Надеюсь, мы сможем начать все сначала. Было бы прекрасно. Я не против миссис Мэтьюс. Можете перестать называть меня миссис Мэтьюс? Все называют меня Кэти. Кэти. Отлично. Знаете, Санни замечательно себя показала. Ага. Правда так справилась хорошо? Да. Да, она действительно хорошо выступила. Вот здорово. Как насчет этого? У меня есть очень особый бренди, чтобы завершить вечер. Выпьешь стаканчик? Да, один можно. Хорошо. Ужин был потрясающий. Я и не знала, что ты так прекрасно готовишь. Ну, я уезжал на год во Францию. Учился там, когда был молод. В семье, в которой я жил, был шеф-повар-гурман. Поэтому решил научиться у него всему, чему только можно. Держи. Спасибо. Так тебе нравится античное искусство? Да, они прекрасны. Боюсь, сломаю еще что-нибудь. Наверное, стоит целое состояние. Ну да. Многое из этого досталось мне от моей семьи. А другие маленькие безделушки собирал, когда путешествовал. Они все музейные экспонаты, между прочим. А эта лошадка Сане бы понравилась. Ах, это. Уверен, что да. Эта маленькая бедолага стоила мне кучу денег. Бедолага? Знаешь, Бен сказал мне, что она очень хорошо проскакала на Джим Хане. Да, ты часто говоришь о Бене. Мне стоит ревновать? Конечно, нет. Кэтлин, прошу. Кэтлин, я вырос в огромном доме. На самом деле, он не был больше, чем этот. Но он никогда не пустовал, потому что мои родители и мои братья и сестры всегда жили там. Дело в том, что дом не становится родным домом, пока там не появится твоя женщина и твоя семья, чтобы жить в нем. За нас. Так, ладно. Когда хочешь, чтобы она выложилась по полной, просто дай ей знать шпорами. Но не сильно, конечно, Джинджер очень чувствительная. Понимаешь? Ладно, давай попробуем. Хорошо. Посмотрим, как получится. Посмотрим, как получится. Разворачивай ее. Ладненько. В полную силу. Вот так. Так держать. Так, а сейчас пришпорь ее и гони к финишу. Гони к финишу. Молодец. Хорошо. Хорошо. Стоп, стоп, стоп. 17 секунд. Ага. Она бежала быстрее. Да. Вот. Шпора хорошая вещь, если пользоваться не слишком часто. Привет. Саня, когда тренируешься, не позволяя ничему отвлекать тебя, девочка. Поговорим с ними позже, да? Да. Хорошо, теперь исправляем одну ошибку. Когда проходишь вокруг бочек, наклоняешься немного больше, чем нужно на повороте. Это сбивает баланс, Джинджер, понимаешь? Ты должна сидеть прямо в седле. Во время скачки живот втяни. Свой пупок, переднюю и заднюю луку и седла все время держи на одной линии. Понятно? Да. Вот так? Да, именно так. Даже когда обхожу бочку? Всегда, когда ты верхом на лошади. Ладно, прогоним круг еще раз. В этот раз держи все на одной линии. Хорошо, вперед. Давай, Джинджер. Вот так. В полную силу. Пришпорь ее. Шестнадцать целых, одна десятая. Ничего себе! Шестнадцать и один! Ты видела, Мелинда? Да, видела. Я же тоже здесь стою. Пойдемте, попьем содовый. Шестнадцать. Шестнадцать и одна. Хорошо, очень хорошо. Я делала, как ты сказал, Бен. Точно, сделала. Ладно, иди вываживай Джинджер, чтобы остыла. А потом поставь ее в стоило. Давай, иди. Ну, ну! Ну, что думаешь? Да, я думаю, мы растим чемпиона. Да, думаю, в этом ты почти прав. Простите, док. Надеялся, что получу чек от одного торговца лошадьми. Он прогорел и оставил меня ни с чем. О, нет, Бен, я не хочу давить на тебя. Но восемь тысяч долларов есть восемь тысяч долларов. Может, займешь у кого? Ну, я пытался. Я продаю кое-какие вещи и свой старый грузовик. Я не хочу отбирать лошадь у этой девочки. Вот что мы сделаем. Я дам тебе 90 дней, но это все. Буду признателен за это. Вы чертовски хорошо потрудились над Джинджер. Приятно слышать. Вот что я вам скажу. Вы заезжайте по пятнице и смотрите, как Джинджер проходит эти бочки. Как вам? Ловлю вас на слове. Хорошо. Еще раз спасибо. 16,3. Неплохо, Мелинда. Но этого недостаточно. Вчера саммит проскакала за 16,1. Мелинда? Почему мне не сказала? Но ведь это ты сказала, что Бен меня неправильно учил. Ну-ка обратно в седло. Ты еще не закончила. Продолжай. Я проскакала за 15,9 вчера. Вот это да, это быстро. Супер быстро. Смотрите. Но! Давай, Стил, вперед! Давай! Давай! Ну же, Стил! Вперед! Давай! Видели это? Стил Филонит. Разве не нужно разогреть его немного перед скачками? Бен сказал, можно покалечить лошадь, если скакать без разогрева. Нет! Стил чемпион! Смотри! Давай, Стил! Давай, пошел! Вперед, Стил! Вперед! Ну, давай, пошел! Видела? Тебе приходится его подгонять. Все равно это мое лучшее время, а Стил даже в полсилы бежал. Мы будем готовы к региональным. Региональным? Региональный чемпионат Родео. Саня, ты должна подать заявку. Но нужно внести вступительный взнос до пятницы. Мне это необходимо. То есть, я хотела бы... В смысле, сколько этот взнос? Сотни долларов. Двигай, Стил, но... Мне нужно обогнать ее на региональном Родео, чтобы попасть на чемпионат штата, верно? Нет, два самых быстрых наездника попадут на чемпионат штата. Не только победитель, а что? Я должна выиграть, должна выиграть на обоих. Мам! Мне нужно сто долларов. Для чего? Я должна проскакать на региональном Родео, скачки вокруг бочек. Ерунда какая, ты еще не готова скакать на Родео. Я лучше всех, кроме Мелинды. Даже Бен так сказал. Те девочки занимаются ездой много лет. Не думаешь, что тебе нужно подождать? Я должна проскакать в этом году. А что Бен думает об этом? Ты спрашивала? Нет. Санни, это большая разница проскакать на Джинджер у Бена на Ранчо и на Родео. И кроме того, не думаю, что могу потратить сто долларов. Если я выиграю, получу пять тысяч долларов. Смогу вернуть их тебе. Леди и джентльмены, добро пожаловать на региональное Родео Юго-Запада. В сегодняшнем состязании за Арканью Небычка, верховая езда в Сидельной Бронке и региональный чемпионат по скачкам вокруг бочек среди дам. Лучшая наездница этих состязаний отправится на чемпионат штата. Выводи ее. Начнем наше сегодняшнее состязание небольшим представлением. Наши первые участники — это пара молодых людей. Давай, Джинджер. Время размять свои ноги. Давай. Тихо, 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 девочка. Спокойно. Я держу ее, Бадди. Идем. Я боюсь, Бадди. Что, если я не справлюсь? Ну ты чего? О чем ты говоришь? Ты отлично справишься. Посмотри на Джинджер. Она не волнуется? Нет, и ты не бойся. Сани, не теряй время даром. Пройдись по ней щеткой. Вот так. Отведи ее и разогрей как следует. Это была Сьюзан Эндрюс. Не очень удачно. Повезет в следующий раз. Наш следующий наездник — Мисс Сани Мэтьюс на Джинджер. Я продула. Ты сделаешь их в следующий раз, Сьюзан. Запомни, если потеряешь шляпу, ты потеряешь очки. Ладно. Давай, выходи туда и хорошо повеселись, да? Всего лишь еще один заезд тренировка вокруг бочек. Вперед, Джинджер. Вот она. Давай, вперед. Живей. Но, но. Вперед, давай, Джинджер. Хэй-я. Давай. Ты сможешь, Джинджер. Давай. Умница, девочка. Вперед. Давай, Джинджер. Давай, вперед. Да. 15,9 результат Мисс Сани Мэтьюс. И у нас новый претендент. Нас не обманули. Она определенно подает надежды. Ты хорошо справилась. Да, ты их сделала. Очень хорошо. Давайте посмотрим, как покажет себя по сравнению с ней наша следующая наездница. Мисс Мелинда Джаркс. Гони его, Мелинда. Гони его. И не забудь про шляпу. Пошел. Пошел. Это подруга Сани. Хорошо. Пошел, пошел. Давай. Но. Пригнись, милая. Пригнись. Вперед, Мелинда. Но. Но. Да. Да. Не упади, боже мой. Но. Пошел вперед. Хорошо идешь, Мелинда. Вперед, Стил. Вот так. Вот так. Я тебя обожаю. 15,5 результат Мелинды Джаркс, что приводит ее на первое место. Это победитель, друзья. Но будь на чеку, Мелинда. Сани Мэтьюс будет жестоким конкурентом. Привет. Привет. Ты хорошо прошла забег. Ты тоже. Полагаю, мы обе попадем на чемпионат штата. Да. Рада, что это ты, Сани. Сани. Сани, привет. Ты прекрасно справилась. Спасибо. Я был впечатлен. Помнишь Мелинду? Она выиграла первое место. Привет. Поздравляю, Мелинда. У тебя красивая лошадь. Спасибо. Мелинда. Мне нужно идти. Пока. 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 Давай, мальчик. Как дела, Даллас? Бывало и похуже. Мелинда очень хорошо выступила сегодня. Ну, она может и лучше. Знаешь, Даллас, если бы Мелинда выиграла 10 миллионов долларов лотерею, ты бы и тогда жаловалась, почему не 20. Сначала покажи мне 10 миллионов, тогда и посмотрим. Я болею за Мелинду, но Сани... Она показала себя отлично. Если учитывать, что занимается не так давно. Ты же видел, кто победил, голландец Джо. И этим всё сказано. Не могу поспорить с тобой. Ты сегодня рано. Доброе утро. Бен. Как думаешь, стил быстрее, чем Джинджер? Вовсе нет. Джинджер не может бежать во всю мощь, если ты делаешь ошибки. Что я сделала не так? До последней бочки всё было отлично. Но когда Джинджер обходила её, ты всё ещё пригибалась и сдвинулась вперёд. Этим выбила её из баланса. Просто сиди в центре седла. Можешь понаблюдать за мной, посмотри, всё ли нормально. Ну, конечно, детка. Но будь помягче с ней, да? Никто ведь не ждёт, что будет идеально. Джинджер ждёт. Джинджер ждёт, да? Эй, красавица! Хочешь прокатиться на моей новой машине? Такая красивая. Давай сюда, запрыгивай. Прокачу тебя. Прокатимся с ветерком. Саня меня ждёт. Нужно забрать её. Ну, брось. Мы уедем ненадолго. Давай. Развейся немного. Она прекрасна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Загляни сюда. Сюда? Да, вот. Открой. Неожиданно. Кэтлин, сделай меня самым счастливым мужчиной на свете. Не знаю, готова ли принять подобное решение, но я должна поговорить с Саней. Почему? Ты взрослый человек, тебе... Тебе не нужно её разрешение. Её это тоже касается. Если бы мы поженились, ты бы стал её отцом. Хью, не думаю, что я готова. Что ж, пусть останется у тебя. Может, это мне поможет. Эй, Саня. Саня, заводи её в стойло. Дождь начинается. Бен, всего лишь моросиц. Ты что? Джинджер даже ещё не разогрелась. Вот и отлично. Не придётся её вываживать, чтобы остыла. Мы не скачем вокруг бочек по дождю. Давай, заводи её в стойло. Да, сэр, поехали. Эй! Саня, я сказал, заводи её в стойло. Саня! Саня! Нет! Саня! Только не снова! Нет! Нет! Саня! Милая, дорогая, ну же. Бадди! Быстрее, сюда! Милая. Бен, где она? Что случилось? Она была на манеже, скакала под дождём. Джинджер подскользнулась и упала на неё. О, боже. Её осматривают. Где? Иди прямо. Это всё твоя вина. Я не хотела, чтобы она занималась верховой ездой. Мне жаль. Держись подальше от нас. Саня, ты в порядке? Всё хорошо. У неё синяк на коленке и несколько ссадин. Ещё сильно ударилась головой. Но никаких симптомов сотрясения мозга я не вижу. У неё спица в правой ноге. Я проверил. Кажется, всё в порядке. Мама, как там Джинджер? Уверена, с ней всё хорошо. А где Бен? Не думаю, что сейчас быть рядом с нами для Бена будет правильно. Мама? Бен велел мне не ездить под дождём. Я всё равно это сделала. Я ослушалась его. Прости меня. Мне очень жаль. Можно забрать её домой? Конечно. Удачи, Саня. Спасибо. Спасибо вам. Не за что. Она тебе понадобится. Пойдём. Я пришла извиниться за сказанное мной. Это не твоя вина. Мне просто нужно было кого-то обвинить. Не нужно извиняться, миссис Маттьюс. Вы были правы. Как дела у Сани? Ну, у неё несколько царапин, и она очень подавлена. Но это ничем не излечится. Помогут только езда на лошади, и если тренер обнимет. Да. Обнять у меня хорошо получается. Но я больше не собираюсь тренировать. Не глупи. Ты ей нужен. Знаешь, у меня была дочь, Шерри. И она погибла, когда лошадь упала на неё. Во время дождя. Примерно того же возраста, что и с Санни. И хочешь знать, почему она ездила верхом под дождём? Потому что... Она знала, что я хочу, чтобы она выиграла. Прости, я не знала об этом. Это всё, что я могу сказать. Но, Бен, то, что случилось с Санни, несчастный случай. Не вини себя. Нет, нет. Разговор окончен. Бен Тейлор, даже не смей уходить. Разговор ещё не окончен. Мне очень жаль, что это произошло с твоей дочерью. Я знаю, каково это потерять того, кого ты любишь. Боль потери мужа со мной каждый день. Я плачу каждую ночь, пока не засну. Поверь мне, я знаю, что это за боль. Но ничего не сравнится с той болью, которую я почувствовала от того, что придётся, глядя Санне в глаза, сказать, что она потеряла отца. Не хочу это делать снова. Ты для неё целый мир, Бен. Хочешь покинуть её? Будь мужчиной, скажи ей это сам. Эй, девушка-ковбой, где твоя шляпа? Думаю, ты больше не захочешь, чтобы я её носила. Ты это серьёзно? Если бы мне давали доллар за каждую ошибку, что я совершил в своей жизни, я бы стал богачом. Прости, я ослушалась тебя. Прости, я чуть не покалечила Джинджер. Ну, нам повезло, понимаешь? Мы же все целы. И у нас есть ещё один шанс сделать всё правильно. В следующий раз нам может так не повезти. Ну, а когда смогу снова тренироваться ездить верхом? Да ну. Сколько тебе нужно, чтобы сходить за шляпой? Примерно 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5. Быстрей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично, Дэнни. На эту лошадку сил у тебя уже не хватило. Выходи, девочка. Надо же. Выглядишь на миллион баксов. Спасибо. Эти джинсы, ну, очень тесные. Да. Чтобы быть красивой, приходится страдать. Тебе пора выходить на манеж. Надо разогреть Джинджер. Потом возвращайся сюда, хорошо? Бен, я не видела Даллас и Мелинду, а ты? Знаешь, где бы они ни были, за тебя они не переживают. Уж точно. Шагай, Джинджер. Итак. Сосредоточься на том, что тебе и Джинджер предстоит сделать. Хорошо? Да не переживай ты за них. Держи. Хорошенько ее разогрей. Леди и джентльмены, вот и они. Самые забавные и самые смелые мужчины на Родео. Клоуны. Их задача — отвлечь быков от наездников, когда они падают на землю. Им приходится вытворять немыслимые трюки. Времени в обрез, ведь так, Даллас. Совсем недолго до заезда Мелинды осталось. Жуткие пробки. Мелинда отправилась на площадку разогреть лошадь, а Джонни регистрирует нас. Что ж, удачи. Увидимся после скачек. Куда ты идешь? Можем ведь смотреть вместе. Нужно кое-что сделать. Бадди, где Бен? Он скоро будет. Никуда не уходи. У меня сюрприз для тебя. Ладно. Хай-я! Вперед! Но! Пошел! Пошел! Стоп! Стоп! О, Стил! Вновь приветствуем вас, леди и джентльмены, на этом седьмом ежегодном Родео штата. Как и обещали, у нас есть сюрприз для вас. Очень особенный гость. Специально для тех из вас, кто следит за состязаниями на Родео. Один из величайших чемпионов Родео. Единственный ковбой за всю историю Родео выиграл четыре национальных чемпионата и получил особую награду от президента Соединенных Штатов. Леди и джентльмены, мистер Бен Тейлор. Бен? Бен? Ого, а он хорош, да ведь, Джинджер? Я говорил тебе, он лучше всех управлял лошадью. Долгое время вы были в уединении. Я появлялся тут в этих состязаниях некоторое время. Бен Тейлор – бывшая звезда. А сейчас наше первое дневное состязание – скачки вокруг бочек для дам. Кто же станет победителем чемпионата Штата? Первая наездница – Эвелин Бланкеншип. Что-то не так? Что случилось? Стил повредил ногу. Я пустила его слишком быстро, не разогрела как следует. О, Саня, что же мне делать? Даллас лишиться всего. И это по моей вине. Может, Бен сможет что-то сделать? Я хочу... умереть. Я люблю тебя, Джинджер. Скачи на Джинджер. Ну, Саня, это твоя лошадь. Я не могу ее взять. Нет, можешь. Ты должна. Она единственная лошадь, которая может заменить стила. Бери ее. Времени больше нет. Бери. Все в порядке, Джинджер. Я люблю тебя, малышка. Ты ведь знаешь, что Джинджер может пробежать только один раз? Знаю. Все нормально. Угу. Вот что, давай отведу стила. Беги вперед, найди для нас места. Она, это нечто. Так ведь, Шерри? Наша следующая участница, победительница прошлогоднего чемпионата штата, мисс Мелинда Джатт. Извините. Извините. Какого черта она делает на этой лошади? Собирается выиграть. Вот что. Давай, девочка. Лошадь, на которой должна была скакать Санни Мэтьюс, это преданность вам. В любом случае, вот она, Мелинда Джатт. Но! Отлично. Идет слишком быстро. Хорошо. Вперед, пошла. Вперед, давай, но! Отлично. Но! Вперед, Джинджер. Давай, вперед. Посмотрите на них. Прошу, скажите, что происходит? Да, мне бы тоже хотелось знать. Ну, похоже, что Мелинда села на Стила, не разогрев его. Стил захромал, поэтому Санни дала Мелинде Джинджер, чтобы выиграть скачки. Милая. Леди и джентльмены, попридержите свои шляпы. У нас новый рекорд штата. 14,9. Аплодисменты этой молодой леди. Вот кто должен стать чемпионом. Да, великолепно. Извините. Бен рассказал тебе. Мне очень жаль. Я думаю, ты должна разделить свою победу с Санни. Конечно, да. Давай, Санни, сделаем круг победителя вместе. Могу подсадить ее. Вот так. Садись. Так держать вам троим. Знаешь, твоя девочка особенная. Да, спасибо. Вот она, леди и джентльмены. Мисс Мелинда Джатт, наша чемпионка штата. Думаю, это тренер у нее особенный. Спасибо. Не за что. Кэти. Похоже, это Санни Мэттьюс рядом с ней на Джинджер. У тебя великолепная лошадь, Санни. Надеемся увидеть тебя на скачках в следующем году на финале чемпионата штата. Она твоя. Ну и где они? Да вот же они. И девочки. Ты молодец. А ты иди сюда. Иди сюда, девочка. Бен. Джинджер. Что такое, дорогая? Я собиралась отдать тебе деньги, заплатить доктору Джинсону, если выиграю. Мне очень-очень жаль. Ты слышал, что и я, Бен? Вот золотой ребенок. Санни, как ты узнала? Я слышала ваш разговор. Постой-ка, ты заплатил за операцию Джинджер? Я платил первый взнос. Бен, страховка Тома еще не оформлена, но скоро это произойдет. Нет, нет, нет. У меня есть еще куча всего, что можно продать. Никто ничего не станет продавать. И никто не станет тратить деньги по страховке. И никто не заберет эту красивую лошадь у этой девочки. У нас есть поступление от спонсоров. Сто тысяч долларов. К тому же мы выиграли сегодня. И, как я считаю, половина этих денег принадлежит Санни и Джинджер. О, Деллас. Нет, подожди. Не спорь со мной, Бен. И ты тоже. Санни думала. Я знаю кое-что о том, как стать победителем. Но оказалось, я ничего не знаю. То малое, что я знаю, я узнала от тебя. И от тебя. Спасибо, Санни. Джинджер великолепная. Эй, никуда не уходите. Постой, Бен. Я так горжусь тобой, милая. Я тоже горжусь тобой. И тобой тоже. Я была не права, Бен. Вовсе ты не сломлен. Да нет же. Нет. Она все сама это сделала. Ты научил ее. Мы были лучшими друзьями, чем мужем и женой. Ведь так, Бен? Возможно, все могло бы быть по-другому. И мы бы не расстались, когда Шерри умерла. Возможно. Так мы все еще друзья? Ну, Даллас. Так кто тут покрытый щетиной размазня? Да иди ты. Пойдем, Мелинда. Я не хочу торчать здесь до вечера. Идите. Сколько раз говорил тебе Бен не гонять лошадь, пока ее не разогреешь? Ну, Даллас. Я наняла лучшего наездника в стране, а ты даже не слушаешь. Ну, бабушка. Итак, друзья, как вам? Получилось отличное состязание скачки... Соня, подойди. У меня есть кое-что для тебя. ...середование будет таким же захватывающим. Скачки без седла для дам. И наша первая участница Джеки Лонфрей. Они теперь твои. Когда станешь старше, можешь надеть их. Это за то, что ты сделала сегодня. Их носил особенный человек. Ты их заслужила. Милая, что нужно сказать? Спасибо. Не за что. Вот, заверни и храни их. Хорошо заботься о них. Иди положи их, пока ты здесь. Давай погрузим ее. Я помогу Бадди увезти Джинджер. Пойдем. Да? Давай. Идем, Джинджер. То, что ты сейчас сделал, прекрасно. Ну что ты. Безумный день был сегодня. Есть такое. Знаешь, доктор Олсон сделал мне предложение выйти за него. Да? Хотя есть пара проблем. Да? Первое, я не люблю его. Второе, он не ездит верхом. И третье, думаю, я нашла кое-кого, кто нравится мне больше. За кем ты там подсматриваешь? Кто-то, кого я знаю? Возможно. Что думаешь? Идем, чтобы нас не застукали. Да. Отлично. Отлично. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!